Там тезисов не было, но зато в самом названии уже много чего сказано, поэтому можно отреагировать как-то на ожидание от названия выступления. Мне тема близка и интересна, тем более мы там с Олегом когда-то чуть-чуть переговаривались на тему письменной коммуникации. Переписывались, да. Да, поэтому мне будет интересно, тем более она достаточно относится к психологии, к сознанию, поэтому в этом плане ждут большего интереса. А меня будет интересовать более всего методика исследования, то есть на каком материале получен результат, какие методы используются методические методы, учитывая, что методические распределения – это ненормальные, неглоусовые распределения, и, соответственно, не работают критерии сравнения, какие там методические методические методы используются. Вот у меня такой вопрос будет интересовать. На каком мы сияли делаются выводы? Выборки в этом мы сияли, объемы выборов. Ну, вся эта методическая сторона. Я думаю, что с этой стороны как раз вряд ли я смогу вас удовлетворить. Ну, посмотрим. Есть же еще и результаты, которые можно применять или не применять, независимо от того, каким способом они получены. Совершенно верно. Мне независимо от того, каким способом мы получены, может быть, и оцениваем достоверность этих результатов. Совершенно верно. Мне как-то интересно, интересен какое-то вообще некоторое прикосновение к языку. Благодаря Олегу, которое для меня происходит. У меня такое почему-то в голове складывается представление, что, ну, с одной стороны, начиналось все с каких-то звуков, которые дальше могли оформиться в слова. А дальше, ну, а сейчас где-то вот в языке, кроме слов, уже есть какие-то вещи, которые, ну, как бы больше слов, да? Ну, слово, которое одновременно, там, философская категория. Вот, и это тоже какой-то языковой феномен, не только из разряда каких-то конструктов, там, философских, например. Как-то вот мне так интересно. Мне больше интересна теория языка, чем какая-то статистика, связанная с языком. Ну, я-то планирую все-таки говорить о письме. Другое немножко. Ну да. Ну, письмо тоже как форма существования языка. Это с определенного этапа. Но об этом я скажу. Да, кто еще добавит что-то про ожидания? Я ограничу тем, что мне всегда интересно ожидание. То, что Олег скажет, мне интересно. Я бы разделил то, что кратко Леонид сказал, прикосновение к языку. Но тем языком меня интересует во всех отношениях, так сказать. Я такой плюралист в данном случае. С удовольствием буду слушать. У тебя немного отрезается снизу лицо на картинке. Ну, стараемся исправиться. Ой, Ульяна Стоговщикова к нам присоединяется. Да, она обещалась. Она тут закрутилась. Она как раз мне звонила, сказала, что она очень хочет присутствовать. Да, давно она здесь не была у нас в этом пространстве. Да, добрый вечер. А еще не началось, да? Ну, вот мы сейчас целимся ожиданиями. А, ясно. Потом я прошу прощения, я просто в дороге. У меня только два человека вижу, и все. Ладно. А там вроде должно, там какой-то есть вариант этой самой галереи. Она на телефоне. Просто меньше людей помещается, чем на экране компьютера. Ульяна, а себя показать вы можете? Всем добрый вечер. Ну, я выключу камеру, чтобы это... Вот, всех очень рада видеть, слышать. Вот. К сожалению, не успела до дома вернуться. Тяжелый такой напряженный год. Понятно. А где вы сейчас в каком городе? В Москве. А в Москве так же. Я просто сейчас в мединституте, во втором меде преподаю. И в институте у нас сейчас тоже проверка, поэтому там и дежурство. Понятно. Ну, а сейчас жесткий режим. Нас комиссии проверяют в течение месяца у нас. Прокурорская проверка, финансовая проверка. В общем, нас трясут по полной программе. Ой, чего это, друг? Ну, как, чего это? Чего это? Мы сфокусированы, как бы, насколько мы... Ну, ладно, не буду эту тему развивать. Друзья, добрый вечер. У меня два вопроса к докладчику принятым. Ожидание, не вопрос, а ожидание. Первое, связь письменности и сознания есть или нет, соответственно, и насколько вот появление такого феномена, как сознание связано с появлением такого феномена, как письменность. То есть это вот интересный вопрос. Есть связь, нет связи? Насколько письменность влияет на сознание, осознанность практики, самоописание? И второй вопрос связан вот с моим предыдущим сообщением, дискретное, непрерывное. Как, на взгляд автора, происходит дискретизация? То есть перевод каких-то континуальных потоковых ощущений в дискретные письменные репрезентации. Можно ли, уместно ли там говорить о такого рода дискретизации или ее не происходит, а есть вот поток какой-то, который просто фиксируется письменностью? Да, и как в этом контексте относится к среднему рукописному письму? Какому письму я не услышал? Среднему рукописному письму. Чем отличается курсив от написания отдельных знаков? Причем по среднему письму очень много всяких психологических тестов есть. Есть графология, есть почерковедение, есть почерковедческая экспертиза. Причем много разных вещей. Друзья, давайте не будем докладчика нагружать своими ожиданиями. Я всегда все-таки схожу из того, что он... А я считаю, что мы ожиданиями не нагружаем, а наоборот разгружаем докладчика. Он не так теперь тревожится, что там от него ждут. Он себе конкретно может представить, кто чего. Да, Максим, скажете что-то? Да, здравствуйте. Я со своей стороны жду скорее такой исторический экскурс. Потому что Олег в основном всех своих высказываниях и рассуждениях основывается или как бы вкладывается именно вот в эту направленность свою историческую. То есть я скорее жду какой-то такой экскурс или даже, можно сказать, какой-то... Ну, я для себя представляю, что сейчас я погружусь в какое-то прошлое историческое и для меня будут открываться какие-то, как ранее происходили события. Что-то такое скорее, я для себя представляю. Хорошо. Да, ну да, уже как бы нам пора начинать. Юр, скажешь что-то перед началом? Ну, не готов. Не готов. Потом скажем. Если я бы с вами собрался. Понятно. Да, Леонид, скажешь. О, включил звук. Что-то у меня в восстание машин. На одном компьютере зашел, никого не вижу. Переключился на планшет, ну, вроде как получится. Я вспомнил это. Вот Олег Донский говорил, что вот Платон и прочие, они не вели записи. То есть с одной стороны мы говорим о влиянии текста на развитие культуры, а с другой стороны часть людей, вот они записи-то не вели. Вопрос, по какой причине. Ну, это вот так. Что-то у меня размышление в голову, мысль какая-то пришла и озвучила. А так, я думаю, будет очень интересно с учетом знаний Олега в этой теме. Мне всегда интересно послушать. Хорошо, ну что, тогда перейдем к делу. Тогда я передаю слово Олегу. Ну, видите, у меня будет выступление такое, ну, историко-культурное, скажем вот. И какие-то вещи, конечно, я буду говорить известны. Я извиняюсь за это. Но тут неизбежно что-то. Может быть, повторюсь, но постараюсь особенно на этом не тормозить. Ну, вообще говоря, я бы начал с Леви Стросса. Вот я разделяю вполне его мнение. Он в печальных тропиках говорит о том, что с его точки зрения главная функция письма, вообще история письма, это история закабаления. То есть, он его рассматривает с точки зрения его социальной функции, потому что без письма невозможно была бы организация государства. Ну, и, соответственно, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, первое. Значит, история письма уходит, ну, это вот сейчас достаточно принятая теория, и она вполне, так сказать, работает. Это, конечно, Денис Шмант-Бестера. Вот, замечательная женщина-археолог, которая, собственно, и построила вот эту вот концепцию, и она подтверждается сейчас достаточно хорошо. Вот, что уходит письмо где-то в неолит, скажем. Но, конечно, это еще не письмо далеко, и вот я сразу один тезис произнесу, и потом я покажу, почему это так. Это то, что вот эти вообще знаки, значки, вот эти токены, я использую это слово, оно токен с английской, значит, оно, это все становится письмом только тогда, когда вот эти знаки начинают отражать язык. И, собственно говоря, в грамматологии считается, что письмо – это та система, которая отражает язык. То есть, в принципе, вот это все, вот то, что сейчас я буду показывать какое-то время, это еще не письмо, конечно, но без этого письмо было бы невозможно. То есть, вот появляются еще в неолит вот это, вот такие фигурки. Значит, повторяю, что я использую слово токены, обычно это переводится как жетоны, еще что-то, но жетон, он нагружен, поэтому лучше слово токены, оно здесь удобнее. Значит, вот они, они разные формы, мы видим это здесь шарики, вот, значит, конусы и так далее. Их, ну, примерно до двух десятков. Причем интересно, что они, ну, если мы берем вот это вот 10-й, 10-й, 9-й века, вот, они разного размера. Ищелетия. Что? Ищелетия. Вот, ищелетия, прошу прощения, конечно, конечно. Ну, неолит, да, все понятно, извините, я ошибся. Вот, значит, и возникает вопрос вообще говоря, а для чего они были нужны? Вот это очень интересный вопрос, и на него нет, на самом деле, какого-то ответа, который бы всех устраивал, потому что еще известно, что почти в это же время появляются конверты. Вот, то есть это то, в чем эти токены передаются другому человеку. Вот, ну, наиболее, мне кажется, близкая, ну, по крайней мере, наиболее фундированная гипотеза состоит в том, что эти токи нужны были для организации каких-то совместных фестивалей религиозных, когда несколько племен в этом участвовали. То есть организатору необходимо было каким-то образом указать, что должен каждый, ну, каждый из племен, что оно должно доставить. Потому что вот других объяснений каких-то, вот почему начали что-то считать, их на самом деле, ну, они не выдерживают критики. Потому что, во-первых, во многих случаях просто счета вообще не было. И как показывают, например, ну, вот, Эванс Притчард об этом пишет, скажем, допустим, вот он про Ноэров пишет, какую штуку. Вот у Ноэра есть, допустим, у богатого стада, там, где-то в 150 коров. Вот, когда пригоняют это стадо, то вопрос, значит, как он знает, что это пригнали всех коров. Вот, он их не считает, он просто всех коров знает в лицо, и все. Ему не нужно считать, в принципе. И он знает, что какой-то корова, вот по такому, которая так, с таким-то именем, ее просто нет. Вот, значит. И еще один момент интересный, что вот эти токены, они разного размера. То есть, похоже, что указывалось на разное количество этого. То есть, если, допустим, условно говоря, один токен обозначает овцу, то большой токен такого же вида, он обозначает, скажем, там, 5 или 10 овец. Но это предположение только. А вот, значит, а увеличение, разнообразие этих самых токенов, оно происходит где-то вместе с появлением городов. Вот, и здесь вырастает их количество достаточно резко. То есть, ну, они начинают, видите, украшаться разными чертами и резами. Вот, и, повторяю, и разнообразие форм здесь, и разнообразие рисунков на этих, вот, значит, на этих фигурках, оно очень сильно увеличивается. Дело в том, что и возникает вопрос, значит, с чем это связано? Это связано, то есть, их уже количество возрастает до, примерно, до 250 подтипов вот этих вещей. А это связано с тем, что вот городские поселения появляются, и там начинается разделение на классы. Вот, и самое главное, что появляются группы населения, которые оказываются посредниками между другими, между властью и производителями, между производителями и покупателями. То есть, иначе говоря, вот это, вот эти токены, они оказываются посредниками между разными группами населения. То есть, появляется вот обмен, значит, такой, что, если до этого, скажем, непосредственно сделки совершались лицом к лицу, то в городах уже это происходит по-другому. И, ну, понятно, что, если, допустим, в том же Читалхиюке, вот, это один из более-менее известных городов, где раскопки идут, это недалеко от Коньи, в центральной Турции, он находится, значит, город, который, кстати, существовал примерно 1400 лет. Вот, и там были, допустим, микролиты даже с Урала, с Южного. Вот, то понятно совершенно, что вот эти обмены ведутся через посредников. То есть, получается, что, значит, появляются два, две группы, это появляется, появляется бюрократия в этих структурах, это первое. То есть, промежуток между, они заполняют промежуток между производителем и властью, вот, это первое. И второе, появляются купцы, те, кто берет товар в одном месте и перевозит, но его на разное расстояние в другое место. То есть, вот это, получается, что письмо дает возможность, это социальная в данном случае роль, ну, не письма, повторяю, этих значков, потому что я уже сказал, что письмо, это когда оно становится, оно когда начинает отражать язык, значит, оно дает возможность появиться вот этим группам посредников. вот, и, собственно говоря, возникает, в общем-то, определенные социальные структуры, которые бы не могли появиться, если бы не было возможности вот такой вот коммуникации, через вот эти самые токены. Вот. Значит, есть еще одна группа посредников, это посредники между богами и людьми, то есть, это жрецы, но интересно, что там как раз вот этими знаками, они знаками, как правило, не пользуются достаточно долгое время, и образование жрецы получают существенно позже, ну, по времени просто. Вот. То есть, здесь вот такая, такая вещь происходит. И, собственно говоря, здесь видно, что, собственно, государство может возникнуть только благодаря тому, что появляется вот эта новая форма коммуникации, которая посредована большим количеством вот этих самых, ну, токенов или значков. Там ситуация вот какая, откуда появились дальше значки, вот, собственно, откуда появляется первое, ну, то, что мы называем письмом, но это еще, так сказать, начальный этап его. Дело в том, что на, когда отправлялись вот эти конверты, когда, значит, токены собирались в этот конверт, глиняный, например, в Месопотамии, то на конверте снаружи обозначалось количество этих самых токенов внутри. Вот. То есть, просто стояли значки и, собственно говоря, можно было узнать, что там внутри. Но дело в том, что на каком-то этапе стало понятно, что и не нужно ничего вкладывать в конверт. Потому что если мы берем, даже вместо конверта, мы берем табличку, что гораздо удобнее, вот, то на ней уже есть, собственно, все, все, что нужно для того, чтобы понять, что именно передается. И все. То есть, в этом смысле, то есть, конверт оказался развернутым, и тогда мы появляли, и перед нами появляется табличка со значками, которые обозначают те виды товара, которые должен перевести тот же купец из одного места в другое. Вот. То, что ему доверили, скажем. И, соответственно, это вот работает вот таким образом. Так что, значит, в общем, здесь процесс получается такой, достаточно естественный, хотя на него ушло несколько тысяч лет на самом деле. Вот. А что касается роли, роли государства, вот роли этих знаков в государстве, вот, то здесь вот есть, мне кажется, вполне такая убедительная картинка по поводу бога Шу. Это бог воздуха. Он персонифицирует как раз бога, который, значит, он, главная его функция в том, что он отделил небо от земли. Вот это богиня Нут. Значит, звездное небо и внизу это бог земли. У египтян здесь вот обычно наоборот. У египтян это вот так. Вот. И этот самый бог Шу, он отделяет небо от земли и создает возможность коммуникации на очень далеких расстояниях. То есть он символизирует государство. Вот. И за этим вот скрывается опыт открытия письменности как необходимого залога образования египетского государства. То есть созданное, ну вот здесь этот тезис, который сформулировал очень хорошо и обосновывает Ян Асман в своих работах. Вот. Созданное и поддерживаемое централизованной силой государство требует символической интеграции в нашей форме политической коммуникации и бюрократического администрирования. Вот. То есть это вот один аспект. То есть социальный аспект. Это происходит, в общем, вот где-то к четвертому тысячелетию до нашей эры. В общем, вот здесь происходит расслоение государства, появляются группы, которые пользуются этими знаками. Вот. И в целом получается, что именно благодаря этим знакам вот возникает единое коммуникативное, ну единое пространство коммуникации. Вот. А теперь, что касается психологического влияния. Вот это такой момент тоже интересный. Дело в том, что вот образец рисунка рисунка такого до, вообще говоря, до появления, до вот этой вот коммуникации с помощью этих самых значков. Вот. То есть здесь видно, что все, в общем-то, как-то не структурировано и положение, и, в общем, ну... Вот. Просто набросаны вот эти вот рисунки. Ну, можно вспомнить там другие пещеры. Или вот еще, например, скажем, такой замечательный рисунок. Женщина со струящимися волосами и скорпионами. Вот здесь. Ну, да, они центрированы определенным образом, но они все вот как-то вот просто вот здесь изображены все вместе, но, в принципе, можно было как-то и другому. Так вот, что происходит позже немножко? Вот как на осознание вот этого вот пространства, вообще и организацию рисунков, как влияет письмо? Дело в том, что ведь письмо линейное... Ну, не письмо, а язык вообще, высказывание линейное. Вот. То есть оно может идти справа налево, слева направо. Ну, или вот первое письмо часто было, скажем, эти значки, значит, они шли вот таким образом. Это так называемый бустерофидон. То есть буквально как пашет бык. Вот. Но факт тот, что это все вот... Это определенные линии. Ну, вот здесь вот образец бустерофидона греческого тоже. Дело в том, что писали так, что сначала идут вот слева направо буквы, а потом они идут, когда справа налево, то они просто поворачиваются. Вот. Потом опять. То есть вот идет таким образом. Читать это, конечно, можно только очень медленно и так далее. Вот. И дело в том, что вот этот способ письма, он считался таким... Ну, консерваторы считали, что это древний хороший способ письма. И вот знаменитый поэт Фиагнит, такой консерватор, который выступал против демократических институтов, там, твердой ногой наступит и на грудь суемыслищей черни, бей ее медным ботцом, шею пригни под ермо. Ну, примерно в таком духе он писал. Вот. И он пишет вот здесь вот замечательные вот цитаты. «Ты научился писать справа налево, негодник». Ну, имею в виду, что, конечно, правильное письмо – это Бустрофидон. Старый. Вот. Но дело в том, что вот эта линейность, она, в свою очередь, повлияла на то, как начали строиться изображения. В частности, вот на кераники. Видите, вот здесь уже изображения строятся. Ну, вот если мы сравним, допустим, вот с этим рисунком, они строятся совершенно по-другому. То есть, они строятся линейно. И здесь вот, пожалуйста, действует. Прошу прощения. Вот четыре сцены здесь изображены. И, в принципе, мы видим, что все выстраивается. Все это выстраивается последовательно. Вот. Но что еще интересно, когда оказалось, что это выстраивается последовательно, то под это потребовалось изменить размеры фигур, когда они оказались в одном ряду. То есть, ну, нельзя Бога изобразить, например, в том же размере, что человек. Вот. Царя, соответственно, нужно изобразить более крупной фигурой, чем подданного. И так далее. И вот видно, что здесь уже эти фигурки, они разного, они просто разного размера. Ну, и, наверное, самое известное изображение такого рода, это, конечно, вот палетка Нормера знаменитая. Вот. Где, видите, мало того, что, ну, вот здесь это фараон египетский, это его враг. Значит, здесь какие-то мелкие люди, ну, по сравнению с фараоном, да. А вот на обратной стороне этой палетки просто разделено на, как бы, на отдельные сцены. И здесь вот идет, то есть, таким образом изображение. Не так, как это было бы, скажем, за 2000 лет до этого, когда бы просто изобразили это, ну, в любом порядке и в любом, любыми размерами. Нет, здесь уже это строится совсем по-другому. Вот. То есть, это вот то, что касается как раз влияния вообще вот этой такого рода коммуникации линейной на восприятие пространства, на самом деле. Вот. Ну, и, а дальше я поговорю о том, как происходила эволюция вот от токенов. Ну, в данном случае, вот к линописному письму, потому что здесь вот очень хорошо это видно. Это опять я возвращаюсь вот к этой, еще раз напоминаю, это Шмант Бессера, вот эта замечательная женщина. Значит, видите, тут очень хорошо видно, как от вот этих вот токенов, вот этих фигурок глиняных идет сначала вот пиктограммы, вот, а потом уже идут просто вот эти к линописное письмо, потому что вот это обозначение овцы и, собственно, вот это тоже изображение овцы. Ну, конечно, проследить вот этот вот путь можно только вот, имея вот эти хорошие исторические свидетельства. Но здесь это показано, конечно, достаточно убедительно, что идет эволюция именно вот такого рода. Вот, то есть, что получились эти самые обозначения, они эволюционировали, вот, увеличилось количество знаков и постепенно пришли уже к тому, что можно оторваться вот от всякой материальности, но от вот этих вот токенов и можно просто заниматься их изображением. И вот здесь происходит вот этот процесс, то есть, вот эти знаки начинают превращаться. Вот и диаграммы, то есть, значения просто определенных, обозначения определенных понятий, они начинают становиться, они становятся лагограммами, то есть, они обозначают слова. Вот. А здесь процесс следующий происходит. Дело в том, что возникает всегда самая главная проблема, связанная с развитием письма. Она состоит в том, что часть вещей мы можем нарисовать. Хотя опять же, здесь есть свои проблемы, но тем не менее, мы можем нарисовать какую-нибудь фигурку условно лошади, мы можем нарисовать солнце, дерево, еще что-то. Но дело в том, что возникает вопрос, а как обозначать абстрактные слова? Как обозначать глагольные конструкции на самом деле? И так далее. И здесь, ну и потом начинаются же переносы. То есть, если мы, допустим, изображаем тот же рисунок рот, мы губы изображаем. А что это обозначает? Это рот, это лицо или это говорить? Глаголы или существительные? То есть, это только по контексту мы можем каким-то образом уловить. И это один момент. Второй момент. Значит, когда начинает учитываться, вот, начинает учитываться звучание. Ну, здесь, в первую очередь, это работает, когда нужно изобразить, например, скажем, имя царя какой-то другой державы. То есть, например, египтянам нужно, ну, условно, изобразить каким-то образом Навуха Доносора или Ашурба Непала. Вот. А, естественно, что никаких обозначений такого рода у них просто нет. В принципе, не может быть и единственный путь, который здесь возможен, и он воспроизводится и египтянами, и, значит, аккацами, ну, шумерами, потом аккацами. Вот. Это разбивается, это длинное слово на маленькие, подбираются слова похожие, вот, какие-то. Вот. И вот эти несколько слов, они соединяются в одно слово, обводятся они картушем в Египте, например, что говорит о том, что они не имеют тех значений, которые, ну, тех реальных, скажем, содержательных значений, которые они имеют в египетском языке, они берутся только по звучанию. И все. То есть, вот, начинается процесс, который называется, значит, фанатизация. Вот. И здесь, ну, вот, этот процесс фанатизации, он, собственно, и переводит вот эти вот идеограммы в логограммы. Вот. То есть, здесь, ну, вот, я привожу такой пример, когда, например, вот нам нужно выразить имя Нильсон, предположим. Хорошо. Мы берем, ну, это английский пример. Значит, мы берем, значит, Нил, преклонить колено, и Солнце. Да. Да. И у нас получается, значит, вот, и мы обозначаем, что это имя, например. То есть, мы берем это не по значению, там, преклонить колено, и Солнце, а мы берем просто по звучанию. И у нас получается Нилсон, пожалуйста. Ну, Нилсон там, конечно, там точно это не подбирается, но, по крайней мере, вот, получается, что мы можем, собственно говоря, использовать, значит, мы используем звучание слов. Но дело в том, что это означает еще одну вещь. Вот если, например, идеограммы, скажем, изображения овцы или изображения, там, кувшина какого-нибудь, они интернациональны, то есть мы их можем называть на любом языке, то вот когда начинается фонетизация, то понятно, что это возможно только на каком-то конкретном языке, где вот это вот Нилсон, они звучат именно так, а не как-то по-другому. Вот, то есть, вот такая происходит, вот такая процедура проводится. Это один шаг, который превращает вот эти значки в передачу, ну, в письменность, собственно. Второй способ – это использование детерминантов. Вот, что это, что это значит? Ну, детерминатива, прошу, зачем детерминатива? Вот, дело в том, что, значит, ну, например, скажем, нам нужно передать русское слово «мысль». Вот, ну, изобразить мысль мы не можем никак. Вот, тогда что мы делаем? Мы рисуем мышь, да, и рядом с ней ставим детерминатив животного. Ой, то есть, что это не животное, прошу прощения, мы же так понятно, что это животное, мы ставим детерминатив, что это нечто другое. Вот, есть разные классы детерминативов, вот, и получается, что, допустим, одно и то же, допустим, один и тот же, берется один и тот же значок, вот, который, вот, ну, он может относиться к разным сферам, вот, а детерминатив его ограничивает, что вот это относится к деревьям, это к мужчинам, это к женщинам и так далее. Ну, вот я просто приведу пример, как это работает. Вот здесь вот хороший пример, значит, это имена, имена трех богов, вот, в Акадском письме. Вот, здесь вот первый, это Ану, вот это Энлиль, а это Эа. Вот, имена трех богов, но перед каждым из них стоит детерминатив, что это бог. Вот он, один и тот же значок, вот, первый. Поэтому мы понимаем, что вот это нужно читать вот таким вот образом. Вот, или вот имена, имена государей здесь, например, вот, знаменитый Хаммурапи, пожалуйста. Его имя здесь, а вот это, значок того, что это, имеется в виду, что он царь. Вот, а вот это вот, Супилулума, еще один там знаменитый царь. Вот, и так далее. Здесь еще тоже. То есть, вот детерминативы, они позволяют, значит, они дают возможность, значит, понять правильно, то понять правильно написанное. Вот, значит, но и что из этого на самом деле вытекает? Конечно же, если будет каждый придумывать свои, ну, свои, использовать свои обозначения и так далее, то, конечно, письменность окажется невозможной. Поэтому начинается обучение, появляются школы, вот, где учат этому самому письму, ну, там учат далеко не только письмо, на самом деле это вот, собственно, начинается, так сказать, школьное образование. Вот, я здесь привожу список того, что должен был уметь учащиеся школы. Это имеется в виду школы Эдуба, где учили, ну, это вот шумерские, аккадские. Два языка они должны были знать, должны были уметь переводить с одного языка на другой, вот, ну, и дальше там еще ко всему этому они должны были уметь не только каллиграфически писать и так далее, но они должны были уметь руководить хором, пользоваться музыкальными инструментами, знать математику, уметь рассчитать урожай, вот, распределять рационы, знать нормы расходования и так далее. Должны были уметь вообще составить чертеж, чертеж здания, если какой-то постройки и так далее, и так далее. То есть, вот это уже, ну, то, что касается вот развитой школы, и здесь есть такой момент еще важный. Дело в том, что это письмо, оно логографическое, то есть, это означает, что каждому слову соответствует отдельный знак, ну, или знак с детерминативом. А этих знаков, соответственно, ну, сколько у нас слов используется для того, чтобы мы могли общаться? Ну, примерно, скажем, от трех до пяти тысяч слов. Вот это столько нужно было, соответственно, выучить. Вот. Потом, когда идет, я уже дальше не буду так подробно об этом говорить, но когда появляется уже слоговое письмо, вот, то там нужно выучить существенно меньше знаков, это где-то от пятисот до восьмисот примерно слогов нужно выучить, что гораздо проще. Вот. Так что это тоже такая важная очень эволюция, на самом деле, письма. Вот. Но понятно, что такое вот знание-то было на самом деле очень, ну, скажем так, очень небольшую группу людей можно было этому учить. То есть, оно, в принципе, это не могло стать чем-то, ну, не могла появиться школа современного типа, в принципе, просто по количеству и характеру этого письма. Теперь. Значит, вот один такой важный еще аспект я хотел бы отметить. Дело в том, что, поскольку письмо использовалось, например, вот, ну, скажем, в бюрократических целях, то такой любопытный момент, что, вот, допустим, какое-то время пользуется, ну, вот письмо появилось, это вот здесь вот примеры, линейное письмо А и линейное письмо Б, это то, чем пользовались вот критяне, это знаменитая вот эта цивилизация крита-минойская. Значит, линейное письмо А и линейное письмо Б, видите, они очень похожи на самом деле, но неизвестно, на каком языке это линейное письмо А писалось, а вот линейное письмо Б было расшифровано, это греческий язык. Ну, вот оно существовало, оно существовало несколько сотен лет, оно существовало в царских хозяйствах, но когда вот это царские хозяйства пришли в упадок, вот, то и письмо это исчезло, в принципе, и оно не продлилось. То есть, вот грекам с конца 9 века пришлось изобретать новое письмо, но они, на наше счастье, изобрели это самое алфавитное письмо. Такая же ситуация произошла и в Индии с письменностями вот Хараппы Махенджадара, то есть там было слоговое письмо, оно, к сожалению, до сих пор не расшифровано, потому что оно на печатях, и там не так много текста, чтобы можно было его расшифровать, но вот, а потом оно исчезло, и в Индии не было письма. Вот во втором тысячелетии, ну, к началу даже второго тысячелетия оно исчезло, а потом появляется письмо уже только в третьем веке до нашей эры. То есть, больше полутора тысяч лет у них письма не было, в принципе. Вот, то есть, вот такая ситуация. И здесь просто потому, что вот это письмо, оно не перешло, оно оставалось в рамках бюрократических, для бюрократии оно только было, и оно не перешло в письмо, так называемое, культурное. Вот. А вот, когда оно начинает переходить в культурное письмо, вот здесь происходит целый ряд процессов, которые можно оценить и как психологические, и как культурные, конечно. Дело в том, что, что происходит, вот что значит культурная письменность, когда начинают записываться литературные тексты. Ну, вопрос называть это литературой или называть словесностью, сейчас я не буду это обсуждать, но дело в том, что до этого существует фольклор, как мы знаем, да. Вот. А здесь появляется нечто иное, то, что можно назвать, называть, ну, можно назвать литературой. Да. И это уже, это принципиальная разница совершенно. Почему? Потому что, вот, фольклор, это барды, да. Барды, они повторяют то, что известно. Вот. Ведь, например, когда исполняется та же Илиада, то все знают, вообще говоря, сюжет. То есть, и наслаждаются, на самом деле, не сюжетом, наслаждаются исполнением, наслаждаются заново переживая то, что, в принципе, известно и так далее. То есть, от барда, в принципе, ждут повторения уже известного. А вот, когда появляется литература, это третье тысячелетие до нашей эры, вот, то появляются авторы. И от авторов уже ждут чего-то нового, того, что он добавляет традиционному. То есть, появляются потрясающие вещи, ну, например, в конце третьего тысячелетия до нашей эры появляется такая вещь, как разговор разочарованного со своим ба, со своей душой, например, вот, египетская. Там появляется много жанров в рамках, вот, шумер, ну, в шумере появляются целые, целые серии жанров. Вот, значит, но дело в том, что, когда появляются вот такие вот культурные тексты, они, в общем-то, постепенно начинают сакрализовываться. То есть, они, вот, фольклор, фольклор отличает, специфика фольклора в том, что, например, ну, вот исполнитель Былин, если он сталкивается с чем-то непонятным, ну, какое-то там устаревшее слово, то он его запросто заменяет на слово современное. То есть, в принципе, это вот тянется. То есть, Былина, в принципе, она понятна от начала до конца и должна быть понятна. А вот, когда это начинает фиксироваться в письме, то оказывается, что есть тексты какие-то прошлого, тексты, относящиеся к прошлому, и тексты современные. И они существенно отличаются друг от друга, они оказались рядом на самом деле. Вот. И здесь вот эти вот старые тексты, то есть, те, написанные раньше, начинают канонизироваться. То есть, несмотря на то, что у них многое непонятно. Вот. То есть, вот здесь, вот эта вот канонизация, она начинает отделять прошлое от современного. Вот. И это новое явление абсолютно, которое без письменности, в принципе, было бы невозможно. Вот. Вот. Еще одно открытие, я о нем совсем коротко скажу. Тут, на самом деле, довольно много скоров по поводу того, как появился алфавит. Вот. Мне очень нравится гипотеза, которая состоит в том, что алфавит придумал один человек, вот, для того, чтобы записывать Илиаду Гомера. Вот. Но, по-видимому, все-таки это не выдерживает критики, где-то гипотеза. Но, дело в том, что почему она появилась, потому что как-то очень, ну, сразу появляется алфавит, и очень похоже сразу начинает использоваться достаточно широко. Вот. Значит, ну, сама идея очень простая, на самом деле, появление алфавита, потому что алфавит придумали финикийцы, вот, но финикийский язык – это язык, семитский, там гласные не обозначались просто. Потому что, значит, и что сделали греки? Греки, они часть этих звуков, которые они просто не слышали, на самом деле, они превратили в гласные звуки. Ну, вот, алф, например, алф – это первое. И у финикийцев было, как все буквы имели свои значения, это как слова, ну, вот, как азбуки в виде, и вот так же, собственно, было у финикийцев. Вот, но дело в том, что вот первый звук, вот этот «а», это был такой придыхательный звук, где было слышно и звучание, и греки просто они превратили его в «а». Ну, мы ведь тоже часто не улавливаем. Ну, идея такая, вот, например, почему русским очень сложно различить, например, «w» английское и «w». Хотя для англичан это вообще никакой проблемы нет, потому что в одном случае для «w» – это билобиальный звук, это губно-губной, а «w» – это губно-зубной. Просто по месту образования звуки определяются, поэтому, ну, никакой проблемы. Но слышится оно, и русские бы, если бы они просто переводили эту грамматику, они бы это переписали бы одним звуком, и всё, одной буквой. Вот, то есть таким образом появляется алфавит, а вот алфавит сделал, конечно, произвёл революцию социальную в том, что здесь оказалось, что есть несколько десятков всего букв, но они обозначают фонемы, конечно, а не звуки. Значит, вот этих вот букв обозначающих фонемы, и тогда, в принципе, эти несколько десятков легко могут выучить все. Здесь школа становится всеобщей. Вообще-то граждане, ну, до 70% граждан вообще были грамотными, умели писать, по крайней мере. Вот. И здесь ещё, а поскольку люди стали грамотными, то оказалось, что их можно было... Вот, мудрецы и политические деятели могли делать свои знания публичными. Вот. Либо в виде, ну, в виде текстов. Вот. И получалось, что вот здесь истину оказалось возможным представлять на всеобщее обозрение. То есть, вот в поиске, если они представляли это в виде какого-нибудь граффити, например, вот, и такая практика была, то оказывалось, что это могут обсуждать все граждане данного полиса, например. Вот. Значит, и дальше здесь несколько следствий из этого вытекает. Я, собственно, вот эти следствия назову, и на этом я закончу, потому что после алфавита ничего принципиально нового изобретено не было. Но здесь первая вещь, что использование письменных документов, во-первых, создало историю, в отличие от мифа. Почему? Потому что ведь мы знаем историю по документам. Вот. Миф можно пересказывать в разных формах, и он всегда остается истинным. А письмо придает истории качество верифицируемости. Это первое. Дальше. Значит, вот это очень важный этап, который можно назвать второй канонизацией. Вот. Это поворот от космоса к Писанию. Вот. Дело в том, что все мировые религии, они основаны на каноне священного Писания. То есть, это религия откровения. Вот. На самом деле, это было придумано дважды, вот, древними евреями и древними индусами, ну, не... Вот. А потом, дальше, уже остальные вот эти направления следовали этим примером. То есть, что здесь получается? Что если языческие культуры, культовые, вообще все религии, предполагали имманентность священного, вот, то есть, они общались с природой, вот, общение с природой было на «ты», то, вот, мировые религии, появившиеся, вот, вместе со второй вот этой вот канонизацией, они осуждают это как идолопоклонство и сами и основывают себя на священном Писании. То есть, здесь происходит полная переориентация религиозного внимания, и вот в этом смысле мы от космоса ушли, мы уходим от космоса к Писанию, которое предполагает, ну, оно является сакральным, вот, и абсолютно истинным. Ну, в этом смысле наиболее последовательны, конечно, мусульмане, поскольку Коран считается существовавшим всегда. То есть, просто здесь нет вариантов, и, соответственно, там нельзя менять ни одной буквы, ни одного слова. Вот, и только это истина. Но дело в том, что здесь и появляется вот, трансцендентное, но мы его как-то обсуждали на семинаре, вот, то есть, вторая канонизация как раз обводит критерии абсолютной истины и создаёт границу между истинным и неистинным. Но эта истина имеет трансцендентный характер. То есть, вот, в этом смысле, причём это в определённое время всё возникает, вот эти вот каноны наиболее известны, они все, они возникают вот в период от 200-го года, примерно до 200-го года нашей эры, ну, включая Библию. Вот, зороастризм, например, возникает раньше, там, буддизм как таковой возникает раньше, а вот канонические тексты возникают вот в этот период. Вот, значит, и получается, что письмо – это технология, которая перестраивает не только мышление, но и всю сеть отношений между людьми, человеком и обществом, человеком и космосом, человеком и Богом. Вот, и Бог оказывается трансцендентным и одиноким. Вот, дело в том, что монотеизм и индивидуализм развиваются как раз параллельно в этот период. И появляется еще такое явление, удивительное, как одинокий читатель. Вот, потому что одинокий слушатель невозможен, в принципе. Вот, письмо и чтение создают возможность общения без взаимодействия. И тогда Писание оказывается единственным посредником между двумя одинокими сущностями – Богом и Человеком. Вот. Ну и два еще слайда у меня. Вот, это письмо меняет отношение учитель-ученик. Вот здесь софисты создают первые письменные учебники, но это просто образцы правильной речи. И здесь учитель начинает уходить на второй план, потому что первоначально знание звучало в голове ученика звуками, ну, языком учителя. Вот. А письмо меняет это отношение, в принципе. Вот если я читаю, я не слышу этого. Хотя, если я читаю знакомого, например, то я слышу его интонацию, как бы. Но это другой вопрос. Вот. И здесь я привожу вот эти цитаты из седьмого письма Платона, где он говорит о том, что «всякий имеющий разум никогда не осмелится выразить словом то, что явилось плодом его размышления, особенно в такой негибкой форме, как письменные знаки. И ни один серьезный человек никогда не станет писать относительно серьезных вещей, и не выпустит это в свет, на зависть не вешать». Почему Платон так к этому относится? Это очень просто, потому что он понимает, что письмо – это профанация. Если, допустим, учитель обучает ученика, он смотрит ему в глаза, он говорит, он ориентируется на ученика, ученик ориентируется на учителя. Это взаимодействие. А здесь появляется просто какой-то текст, который любой профан может понять так, как он хочет. Это оскорбительно для того, кто этот текст создает. Поэтому, конечно, письмо в этом смысле – оно ужасно. И еще один момент. Это просто, что письмо дало возможность увидеть язык на самом деле. До того, как появилось письмо, язык не был виден. И не случайно впервые первые грамматические термины появляются, когда уже есть письменный текст. Это отдельно. Это критика Гомера Протагором, где он впервые использует такие грамматические термины, как женский род и наклонение. Но это отдельно. Грамматика появляется благодаря как раз письму. И не случайно получилось же ведь так, что лингвисты работают с письменными текстами. Хотя мы это слушаем речь, а для того, чтобы анализировать язык, лингвисты его превращают в письменность. И только позже, уже в 20 веке, появляются теории, уже пытаются речь анализировать. Я не имею в виду в звуковом отношении, а именно как способ коммуникации. И письменные тексты на самом деле осуществили для нас, они нам просто подарили вот этот первичный анализ языка. То есть появился фонематический анализ. Самый точный фонематический анализ, правда, появился в Индии. Там немножко в рамках другой традиции, но это отдельная тема, очень интересная. Во-вторых, лексический анализ разделилось это на слова и синтагматический анализ. И это все, так сказать, письмо подарило дальше тем, кто создал так называемые технограмматики или искусство грамматики. Но это те ученые, которые, собственно говоря, повлияли на то, что я вот сейчас говорил. Я им хотел бы воздать должное. И благодарю за внимание. Я прошу прощения, две минуты я перебрал. Я понимаю, что то, что я говорил, это вряд ли то, что от меня ожидалось, но вот как получилось? Нет, спасибо за погружение. Я узнал много нового, интересного. Я как-то удалось погрузиться. Вот, и мои ожидания оправдались. Я, в общем, узнал много-много интересного и для себя неожиданного. И полезного, так я бы сказал. Ну, ведь я хотел подчеркнуть вот те моменты, которые не представляются очевидными, на самом деле, когда мы говорим о письме. Это, Олег, для тебя они очевидные, а вот для меня как-то сказать. Я говорил неочевидные, неочевидные. А, неочевидные. Да, да, конечно. Особенно то, что касается вот трансцендентного, здесь потом характер изменения общества вот под влиянием письма и так далее. Олег, у меня такой вопрос. У меня сложилось впечатление, что вначале вы говорили не о письме, а о счете и учете. Ну, то есть... Да, конечно. Да, это бухгалтерия. Да, бухгалтерия. Сначала, условно говоря, были имена, потом выяснилось, что проще, условно говоря, делать учет через подсчет, а не через имена, но экономнее, да, хранить какие-то знаки, чем хранить имена, потому что имен надо много, а чисел надо, вот, условно говоря, меньше. А потом, вот, мне не совсем понятен переход от бухгалтерии и учета к письменности, да, вот там же... Что это? То ли это упражнение... Усложнение произошло вот этого учета, то ли там... Или это все-таки логика была тоже. Учетно-бухгалтерская, вот, когда там подсчет превратился в письменность. Значит, здесь на самом деле переход, он не вполне очевидный, то есть, вот, правильно задаете вопрос, Владислав, там ведь, вот, я показал, что была так называемая секторальная письменность, да, где они использовали много знаков, но это не перешло в так называемые культурные тексты. То есть, они не записывали чего-то связано, ну, того, что мы называем литературой, условно говоря. Вот. И поэтому, когда исчезла этот... Исчез этот способ организации, государственные, ну, вот эти царские хозяйства исчезли, то исчезло и письмо. Вот. А в ряде случаев вот это письмо... Дело в том, что вот этот бухгалтерский, так сказать, учет, он, поскольку разнообразие увеличивалось, вот этого, я специально обратил внимание на то, что вот где-то с... Ну, с середины шестого века благодаря городам начинает резко увеличиваться количество вот этих токенов, да, то здесь они все больше, ну, все больше разных предметов они начинают охватывать. На самом деле. И вот... Вот это в конечном итоге приводит к тому, что когда обучают людей, то им проще обучать их на каких-то текстах известных. Вот. Фольклор на самом деле. Ну, это отдельная тема. Здесь тоже не все... Не все понятно, но вот эта эволюция от текстов именно вот бухгалтерских к культурным, вот культурным, она происходит вот где-то с... Ну, в четвертом тысячелетии, в конце четвертого тысячелетия до нашей эры. Вот как бы так. Но здесь, видите, у меня на самом деле у самого здесь много, ну, ряд вопросов. Я понимаю, какие допущения здесь сделаны, вот. Но если их отдельно обсуждать, то, ну, у меня не было просто этой возможности. Мне хотелось... Общую эволюцию-то, я думаю, я как-то показал, но вот вопросов у меня очень много у самого остается. Ну вот... А вот если к моему вопросу вернуться, меняется ли осознанность, самоопределение, самоописание, ну, вот какие-то вещи, связанные с самостью и сознанием в ходе этой эволюции? И в какой момент вот возникает рефлексия, как некоторое там самоописание в тексте? Видите, самоописание... Самоописание личности вы имеете в виду, да? Ну, там, может быть, не только личности, может быть, семьи там, но хозяйство, понятно, как бы это все подсчитывалось, бухгалтеры, да? Вообще, рефлексия, вот настоящая рефлексия, она начинается вместе с литературой. И это появляется уже в два этапа, на самом деле. Но это то, что касается рефлексии над языком. Дело в том, что видите, письмо заставляет автора, ну, вот, например, поэзия же появляется раньше прозы, это понятный, да, факт. Значит, и письмо, соответственно, заставляет поэта каким-то образом, ну, подбирать слова, например, да? Ну, если нам нужно, скажем, выстроить, ну, чтобы все строчки были, скажем, ну, по восемь слогов, например, да? А слова какие-то туда не укладываются. Значит, начинается рефлексия над языком. Это первое. Вот. А дальше, вот, а рефлексия над литературой полноценная появляется уже у греков только, но это, Аверинцев об этом писал отдельно. Значит, это уже где-то, ну, примерно с седьмого века до нашей эры. Ну, он Сенофана, как первого, упоминает в этом ключе. А вот, что касается осознания человека, вот это интересный вопрос, на самом деле, и для меня он не очевиден. Здесь вот какая штука. Вот первые тексты, которые мы знаем, не бухгалтерские, да, вот если мы Египет возьмем, то самые первые тексты, это приношение. То есть, это список приношений того, что человек пожертвовал, да? А второй, это автобиографии. Это напрямую к вашему вопросу. То есть, человек осознает, как бы, свою биографию, что я делал вот это, вот это, вот это, вот это, но это чиновники. То есть, вот он, как бы, описывает свою жизнь. Вот. И в конечном итоге эти автобиографии, они находят отражение, например, в той же книге мертвых, да? Когда человек, в 125-й главе книги мертвых, когда он появляется в зале второй Маат, он начинает каяться, говорить о том, что вот, я не делал вот этого, я не делал вот этого, я не делал вот этого, но это осознание человеком самого себя или нет? На самом деле, это не вполне осознание тоже. Почему? Потому что он это делает по некоторой схеме. Вот. И это интересный вопрос, такой неочевидный. Хотя, конечно, к этому времени уже вот в литературе, там, где автор появляется, настоящий автор, и он говорит о новом, то здесь, конечно, саморефлексия какая-то присутствует. Может, это тоже человек какой-то бухгалтерского процесса или бизнес-процесса приема на работу, там, анализа навыков, там, анализа кандидатов? Нет, там интервью точно не было в нашем смысле, в этом смысле. Он не резюме. Это бы религиозный был смысл, да. Конечно. Нет-нет, это однозначно не... Я бы добавил здесь еще один сюжет сознания читателя. Вот тут как-то было в тени. Мне кажется, с одной стороны, сознание, когда сознание пишущего, тот, кто пишет, тот, кто составляет это письмо, и дальше оно же отправительное, оно кому-то предназначено, значит. И здесь вот рефлексия, и сознание, читатель, ну, грубо говоря, читатель, вот, литературный, тот, кто декодирует эти, значит, вот эти сигналы, его тоже сознание как-то меняется, у него тоже какая-то рефлексия должна возникать. То есть, он должен осознать текст, как текст, и дальше, значит, каким-то образом заразиться. То есть, ну, я имею в виду тут концепцию Умбертека, что читатель открытого... Соавтор, да, в некотором смысле соавтор. Видите, там есть одна большая сложность, на которую я не стал указывать. Она состоит в том, что все-таки это все еще устные сообщества. То есть, им надо, на самом деле, они все, ну, в первую очередь, это воспринимается на слух. Вот. И вот память здесь... Ну, я простой пример приведу, который меня в свое время поразил. Это, сравнить, недавно было установлено. Вот, это где-то в 2015 году, 16, ну, примерно, раз, как я знаю. Вот. Такая штука. Вот, есть определенные школьные тексты, да, были в Месопотамии. Ну, известно, там, эти таблички у них были, вот это, была школьная библиотека, как бы мы сейчас сказали, да. Значит, ну, поскольку это же ребятишки, соответственно, с этими табличками обращались не очень хорошо, вот, неаккуратно, и так далее, и так далее, и периодически их нужно было менять. Ну, просто эту школьную библиотеку нужно было заново создавать. Так вот, как бы мы сделали? Мы бы взяли эти таблички и переписали, ну, те, которые нормального качества, да, там, что-то можно восстановить. Вот. Они делали это совершенно по-другому. Они полностью эти таблички смывали или просто уничтожали и восстанавливали полностью эту библиотеку, восстанавливали по памяти. заново писали. Заново их писали. Вот. Что? Я не услышал, прошу, прошу. Микрофон, как? Какой цикл? Вот. То есть, ну, вот процесс, казалось бы, для нас как-то это странно, но у них память была, конечно, гораздо лучше, особенно у индусов, но это вообще отдельный феномен. Я здесь специально не трогал, там другой процесс просто был. То есть, они считали, что их память более надежна, чем, поэтому, проще по памяти восстановить, чем переписывать и копировать. просто они привыкли, то есть, они просто знали это наизусть, и все, и они знали канонический текст. А ученики же могли внести там какие-то ошибки, могла попасться не та табличка там и так далее. А здесь однозначно канонический текст восстанавливался. А канонические тексты во всех школах и в Египте и в Месопотамии они присутствовали обязательно. Вот. То есть, это особая еще вещь. Так что, вот. Я тут недавно это попалось интервью Олега Бахтиярова с психотехниками и так далее. Он сказал такую фразу, ну, она так долго повисела у меня в сознании, что появление письменности показало о снижении способности сознания к пониманию. То есть, вот именно письменность. Именно появление письменности показывало, что сознание, способность сознания снижается. Я посидел, подумал, ну, в какой-то мере вполне возможно. А у меня, Олег, вопрос такой, вот, как вы считаете, вообще-то, вот, письменность, она как появлялась? Она появлялась, как бы, вот, потихоньку, как вы рассказывали, то есть, знаки, потом следующие, следующие знаки. или все-таки вот как-то раз, и алфавит откуда-то появился? То есть, это тоже, или это параллельные процессы могли быть, так? Вот, то есть, вот, как ваше мнение? Нет, нет, это последовательно развивалось постепенно, но там просто более витиеватый процесс, в том смысле, что, я-то его как бы однозначно рисовал, но там, например, вот фонетические знаки в Египте появились, почти сразу появляются, вот это происходит фонетизация, и параллельно существуют вот какие-то знаки для слогов, знаки для отдельных фонем и так далее, они существуют уже в третьем тысячелетии до нашей эры в Египте, вот, но ориентация идет, конечно, на иероглифы, которые являются логограммами, то есть, это обозначение слов, вот, потом из Египетской вот развиваются эти слоговые системы письма, но, повторяю, они более, менее энергоемкие, чем, вот, и потом, вот, появляются афиникицы, они, в данном случае, просто, да, действительно, у них вот этот вот алфавит есть, который, но, только что, он обозначает согласные, но там каждая, каждая буква обозначается, это отдельное слово, ну, повторяю, вот, как у нас, тоже, вот, азбуки в виде я приводил, значит, то есть, у нас же все это произносится словами, то есть, это все-таки последовательность здесь есть определенная, вот, что касается снижения, вот, с этим бы я не очень, на определенном этапе, вот, на более позднем этапе, да, вот, когда уже, ну, Платон начинает, вот, скрипеть по поводу письменности, Аристотеля обзывать читателем, презрительно, вот, там уже это, да. но вопрос текста, ну, вот, с моей точки зрения, как бы, вопрос текста очень такой интересен, чем, что, допустим, я вот беру, читаю книгу, и моя-то задача не просто прочитать книгу, а и понять, насколько текст книги соответствует реальности, вдруг там какие-то неточности, или случайно кто-то неточность внес, или кто-то меня специально обманывает, такое же тоже может быть, вот, политика, допустим, это вот тексты, это же сплошной обман, и мы должны учиться, как бы, вот, соотносить текст с реальностью, может быть, поэтому Платон-то и так, это к этому осторожно. Нет, ну, видите, вы очень современную точку зрения, представляете, туда переносите, это, конечно, не так, вот, долгое время, даже, кстати, допустим, еще, ну, уже сейчас мало таких людей, но в свое время, допустим, считалось, что не может же в газете быть неправда, понимаете, если ты письменный текст, это обязательно истина, вот, и повторяю, что были канонические тексты, они почти сразу появляются, и я не думаю, что кто-то, кто читал там, допустим, вот этот вот текст, ну, который я называл разговора зачарованного со своей душой, или книги мудрости, вот которые появляются в Египте, там, конечно, там сетование каких-то людей, и так далее, там вопрос о том, так это или не так, его просто не было, насколько это истинно, или не истинно, это просто воспринималось, как определенный, определенный текст, и все, тем более, но это все равно, что вот, как вы будете воспринимать книги пророков, например, библейские, вы будете сомневаться в том, что это истинно, или нет, это реальность, это мнение пророка, или мнение философа-учителя, это реальность, ну, в любом случае, да, Максим держит руку здесь, давайте, да, по поднятым рукам пройдемся, Олег, во-первых, хотел попросить презентацию, по возможности, если сбросить, ну, в чат, скачать, почитать отдельно, ну, или как-нибудь, возможно же, да? Вы знаете, я хочу немножко доработать ее, то есть, там есть, А я ее, но не для публикации, для себя, то есть, в принципе, в этом смысле. Я понимаю, дело в том, что, видите, там я указал авторов, да, там я не стал просто давать, там часть цитат, поэтому тут мне бы не хотелось это вполне за свое выдавать, когда в рассказе это нормально, а вот так, ну, ну, если есть возможность, и вообще вопрос такой, как бы, вот вы говорили, что у вас у самого есть вопросы, вот, которые, как бы, вы не стали про них говорить, но, вы, как бы, есть вопросы, которые не имеют ответов. Да. Вот, хотелось бы их услышать. Вот, смотрите, это вопрос, на самом деле, появления. Вот, я изложил, вот, эту гипотезу, этой, Денис Шман-Бессера, да, по поводу того, что, вот, первые, вот, эти токены возникают, во время, ну, религиозных фестивалей, да, потому, что в рамках отдельного племени, ну, это, ну, не получается, не объясняет это ничего, они прекрасно существуют, без всякого письма, там, мы знаем, племена Амазонии, им это не нужно, так же, как им не нужен счет, абсолютно, вот, ну, если вспомнить, там, того же Эверетта, он пишет о пираху, да, они с женой пытались учить их счету, там, за несколько месяцев, самые способные пираху научились считать до десяти, потом они, конечно, забыли, им это настолько не нужно все, что, ну, просто безумно, а вот вопрос, вот какой, серьезный, допустим, ну, хорошо, вот, религиозный фестиваль, да, но мы знаем, например, что есть храмовые комплексы, которые существовали до неолитической революции, так, вот, ну, это вот Гёбик Летепи, знаменитый, я не знаю, вот, Денис на это не ссылается, она там не работала, ну, непонятно, есть там эти токены или нет, но, то, что там фестивали организовывались, ну, это очевидно, там просто куча храмов, на самом деле, и это явно, целая группа племен там, участвовала в этом, это не могло быть одно племя, да, есть, извиня, есть свидетельства о том, что в Южной Франции бывали фестивали, где участвовало по нескольку племен, ничего подобного, но, я не знаю, я читал описания, ну, какие только я мог там найти, ни о каких токенах речь не идет, в принципе, понимаете, то есть, ну, вот, не получается, вот, затем, видите, то, что касается, это первый вопрос, ну, вот такой серьезный, для, ну, о котором я сказал, я не знаю, это просто, вот я, в данном случае, на это отвечаю. Второй момент, связанный, конечно, с канонизацией, то есть, здесь, канонизация проходит несколько этапов, я такую упрощенную схему взял, вот, которые там, янасман пользуется, но, она идет в разных сферах и по-разному, вот в чем дело, потому что в школах появляются канонические тексты, они просто выучиваются, там определенный набор текстов есть, которые учат, вот, но этого мало для того, чтобы произошел такой процесс, как вот вторая канонизация, вот, то есть, здесь не вполне понятно, вот, вот в Индии немножко по-другому, но я говорю, что это отдельно, я не беру, потому что там все это, без письма там появилась, на самом деле, грамматика, но это отдельный тем, вот, вот, ну, вот эти, по крайней мере, вот эти вопросы, ну, и некоторые еще детали, связаны с появлением посредников в городах, на самом деле, потому что, тоже здесь, ну, общая, общая схема работает, вроде бы, но похоже, что так могло быть, потому что, безусловно, не мог каждый крестьянин начать там торговать с какими-то дальними, вот, странами и так далее, это было невозможно, вот, но, как это происходило, вот, ну, есть некоторые детали, которые не очень, не очень укладываются в это. Да, Сергей Чабанов, ну, в общем, вот я так могу только ответить, вот, в общем, вот хотя бы вот эти моменты. Ну, вот, у меня вопросов очень много, поэтому я поступлю немножко иначе, я попробую сформулировать проблемы, которые мне видны, и на основании этого уже будут текать конкретные вопросы. Ну, а, в первых, к какому ариалу географически приложиму то, о чем говорилось? в том смысле, что о стране центральной и Южной Африки речь не шла. Про Индию вы сами сказали, что вы ее не обсуждаете. С Америкой тоже совершенно вы не затрагиваете. С Австралией вообще вопрос довольно хитрый, потому что стандартная точка зрения, что песни на стене было, но с другой стороны там были всякие таблички, которые использовались для фиксации исторических событий. И в этом же контексте, как быть, скажем такими вот языками Америки, как узелковое письмо, как письмо Кип, Киппу. Вот рассматривается ли все это вместе, или рассматривается только какая-то линия, связанная с Евразией? Это вопрос? Это первый вопрос, да. Второй вопрос. Хорошо. Почему речь шла о влиянии письма на рисунок, а не рисунка на письмо? Какие здесь есть методические средства различия различения направления переноса? Затем вы выстраивали некоторые ряды, они видны, что в результате есть изменения, но вы говорили о том, что это не просто изменения, а что это эволюция. Что такое эволюция в этом контексте? Дальше, говоря о времени отхода от токенов, вы говорили о том, что дальше происходят языковые процессы, связанные с писемностью, которые зависят от контекста. То есть, контекст существовал еще до появления писемности в этом смысле. Затем о фонетизации, как у нас фонетизация документирована, соответственно, к каким временам она привязана, сезонно ли она идет в разных частях света, и какие, соответственно, есть эмпирические критерии фиксации ее наличия. Ну и аналогичный вопрос по поводу детерминативов. Теперь очень нефемиальный вопрос. А что значит правильно понять написанное? Правильно озвучить? Правильно перевести начертание двух звуков? Или же понять смыслы, которые за этим стоят? А это не умеют даже современные иллюзии. Подавляющее большинство людей в этом смысле не умеют это делать. Ну, затем, мне кажется, что очень физическая штука, связанная с былинами, что былин должна быть понятным. Так многое вообще в обладе языке непонятное, не только былинах. Да, кто сейчас из людей понимает, кто такой здоровый мальчик? Или кто из носителей русского языка понимает, что это какой-то русский? Тогда получается, что как раз язык, в том числе язык былин, и бытовой язык несут огромное количество себя непонятного. мальчиком. Ну и соответственно, тогда появляется возможность того, что вы назвали канонизацию в устные речи. Ну, дальше, конечно, очень хитрый вопрос, как раз, соотношение истории и мифа, потому что, хотя миф может быть по вере, но миф может быть и по документам. Более того, вот если сказать, скажем, как раз гностика, там же эти интересные шли вещи, что они видели якобы там, как буквы поднимаются на небо, и это исторически фиксировалось как персональный чувственный опыт. Вот. Ну, действительно, по поводу того, что лингвисты работали с этими текстами, нового времени, это да, и тут много что изменилось, но, в общем, по крайней мере, уже, если говорить о романтиках немецких, они же начали уже с границей 18-19 века работать с устными речениями, по крайней мере. Вот, то есть, у меня вопрос такой вот, интегральный по всему этому. Таковы границы исторические географические приложимости того, о чем вы говорили. Спасибо. Я помню, это был Иоанн Скотт и Риогена, который запомнил 247 вопросов и на них последовательно ответил. вопрос. Но он был человек средневековый и способностями не обладаем. Значит, я попробую сказать. Во-первых, я не брал узелковое письмо, действительно, гипоний. Смотрите, здесь даже Евразия на самом деле Евразия не вся, потому что с Китаем непонятно. Первые шаги китайского письма они непонятны на настоящий момент. Появляется в эпоху Шань, что было до этого мы не знаем. Причем оно появляется совершенно в другом контексте, не в контексте бюрократии, а в контексте гаданий. Это известная вещь, но там очень много непонятного, поэтому это я тоже не трогал. Что касается узелкового письма, то это пиктограмма, конечно. В этом смысле это можно приравнять к определенному уровню развития пиктографии, которая приводит к идеограммам, но она не приводит к логограммам. А повторяю, я все-таки в данном случае придерживаюсь концепции Гельба, что письмо это выражение языка все-таки. Скажем так, представление языка, а не просто идеограммы. Вот. То есть идеограммы по определению не могут быть представлением языка? Они могут превратиться в них, но могут быть и независимыми на самом деле. То есть мы же можем изображать идеограммы и читать их абсолютно допустим разными языками. То есть я могу изобразить, скажем, корону и прочитать ее на русском. это будет царь, по-английски это будет кунг, допустим, где-нибудь на семитском это будет мал, ну и так далее. То есть в принципе или шахт, напишут. Ради бога. То есть это идеограмма, это не отражение языка. Я вот к чему это говорю. Да, так вот я на это обращаю внимание, что вы постулируете, что идеограмма не может быть я не сказал, что она не может, но идеографическое письмо, это одно, но это не письмо еще, я говорю, что это этап, который предшествует появлению логографического письма. А в каких-то случаях они могут совпадать, да, там, я же сказал, овца, например, пожалуйста, вот шарик изображает оттуда еще с крестником, но ради бога, а потом это обозначается словом овца. Но пока это шарик, он может быть прочитан на любом языке, как овца, независимо от того, от замысла того, кто слепил этот шарик. Вот, то есть, вот так я бы на этот вопрос ответил, то есть здесь, ну, в общем, вот это. Пример понятен, принцип непонятен. Вот, значит, еще вопросы были, сейчас я скажу. Ну, вот по географическому распределению я примерно ответил, то есть, это вот ближняя Азия и, так сказать, и Греция, да, вот этот вот регион, то есть здесь, где это все появляется. Вот. Ну, а, соответственно, письменность в других частях мира развивается независимо. А дело в том, что мы, а где еще развивается письменность, именно как письменность? Ну, вот, первый письменность в Астеках, в Астеках, да, в Астеках, да, но дело в том, что это не дошло до вот того уровня, который, оно не получило развития просто того, которое это получило письмо уже вот в этих переднеазиатских культурах. Вот. Ну, да, элементы какие-то близкие здесь присутствуют, но это вот как-то так. Ну, такое, как-то так, что это означает, как-то так. Ну, в том смысле, что они не, не получили вот такого полного развития, как это получило вот письмо, уже, действительно, появилось письмо, отражающее точно определенное национальное письмо вот в Передней Азии. Вот и все. Вот. То есть, это предшествующие там. Ну, у инков и отстеков разное было письмо, значит, это было отображение национального духа. Ну, это разное, ну, я говорил, что письмо – это отражение языка, вот в этом смысле. это еще пиктография, это не отображение языка. А вот с теков – это самый начальный этап отображения языка, связанный с тем, что какие-то вещи им приходилось все-таки, там элемент фанатизации появляется. Это доказал Кнорадов. такое. Но с тековной фанатизацией не произошло. Еще и Ульяна Строговщикова держит руку, но вот картинка… Там еще были вопросы, но я сейчас, честно сказать, я не очень запомнил. Прошу прощения, не потому что я не хотел ответить. просто так. Да, Ульяна, давайте. Да, Ульяна. Да, спасибо большое. У меня небольшой вопрос, на самом деле, вот по поводу токенов. Есть, то есть, в этнографическом материале нет никаких наметок, которые бы пояснили, что вот такой токен, ну, кроме того, что вот вы сказали. Или как раз вот это предположение, что маленький шарик – это там одна овца, побольше – это там пять овец, это идет, или это такие, ну, логические выкладки? Или, может быть… Ну, они маленькие, на самом деле, эти токены, они, ну, скажем, вот там, может быть, ну, полтора сантиметра, там некоторые побольше, три сантиметра. Дело в том, что их попадает… На них не очень обращали внимание, на самом деле, просто, когда раскапывали какие-то, ну, раскопы какие-то делали. Вот. И вот этим занялась как раз вот, я говорил, вот это Денис Шман-Бестера, она попыталась это снять, и она обнаружила эти токены в ряде, ну, в ряде раскопов, да? Вот. А их значение устанавливается, вот, ну, вот, я показал же вот эту серию, когда идет вот, допустим, шарик с крестом, да, идет к овце. Вот, то есть, и это похоже, распространялось, это похоже было во всех вот этих вот, ну, раскопах, которые, ну, охватывались торговлей, скажем, обменом. Вот, поэтому это нечто вообще надэтническое, я бы так ответил на этот вопрос. Вот, это не относится к какому-то определенному отнесу. Ну, как я понимаю, может быть, ну, судя по описаниям, потому что все, что она писала, я постарался прочитать, по крайней мере. Ясно, спасибо. У меня было еще Платона тут, мы про память обсуждали, ну, говорили, мне вспомнился из Парменида платоновского о том, как Сократ, я не помню, с Аристотелем, но не с тем, с другим Аристотелем подошли к конюху, который 20 лет назад слушал Парменида. И он говорит, пойдем, мы сейчас спросим, значит, вот этого конюха, он нам расскажет, собственно, о чем говорил Парменид, выступал на публичном, значит, публично выступал, и вот его полностью запомнил, вот этот, собственно, это вот как раз о памяти. Кстати, по этому поводу у нас был очень интересный разговор с Устаной Сергеевной, не Ретиной, вот, значит, как раз о том, что, по-видимому, Платон все-таки действительно огромные куски воспроизводил по памяти, но он просто помнил многие беседы, вот, ну, потому что на самом деле память-то была у людей все-таки лучше, чем сейчас, я в этом как-то не сомневаюсь, вот, если они могли Махабхара-то запомнить, о чем говорить. Максим снова руку держит, и нам надо уже переходить в режим завершения, Максим, тогда, может быть, уже как некое просто высказывание? Ну, у меня, как бы, вопрос, в принципе, если Олег потом ответит, у меня вопрос следующий, мне бы вот хотелось разложить, развести такие на сегодня используемые, применимые термины, понятия, вот, в контексте вот этих табличек, токенов, то есть, предположим, древний человек видел, там, то же самое животное, какое-то, овцу, и, ну, вот, у него был токен, то есть, перед тем, как у него был токен, но он же, как бы, сначала эту животную, эту овцу, как-то воспринимал, там, какие-то звуки, в общем, какую-то речь воспроизводил, там, своим соплеменникам, там, родственникам, говорил, там, вот, овца, там, или, там, животное идет, или, там, бежит, или, нападает, в общем, что-то, в общем, каким-то образом ее маркировал. Соответственно, этот маркер, это уже, как бы, в том числе, тождественное, не тождественное, на перенесение происходит этого маркера, на вот эту табличку, на этот токен. То есть, как бы, это уже не речь, не озвучивание происходит, а передача информации в виде токена, в виде вот этого токена. Соответственно, когда вы говорите, вот, что, когда появляется язык, то есть, вы акцентируетесь на языке, и говорите, что это еще не, токен еще не язык. Но в данной ситуации язык уже был, то есть, уже было озвучено, что это животное. Я говорил о том, что это не отражение языка еще. Ну, как же не отражение, когда они его называли овцой? Ну, они это использовали для обозначения овцы, но в этом... Они использовали речь свою, а потом сделали в виде символа. Нет, но язык существует как минимум 70 тысяч лет, по-видимому. Так что, в этом смысле, конечно, он уже предшествует этому. Это другой вопрос. Вот. То есть, мы немножко о разных вещах говорим просто в данном случае. Конечно, эти слова все были. Ну, так почему же этот токен не является уже языком? Он не является отражением языка, потому что этот же токен, допустим, любой, скажем, ну, допустим, возьмем Афганистан. Да, вот таджик продает что-то, значит, господи, ну, кочевнука, оседлый таблик, да, и он называет это своим словом, а тот называет это своим словом, и все. Им вовсе не нужно, чтобы это было одно слово, отражающее, так сказать, тот или другой язык. Ну, это два естественных разных языка. Конечно, и все, и в этом смысле токен, а вот, допустим, если вы, то же самое, просто вот этот токен может использоваться и там, и там одинаково, да, а если вы начнете на своем языке говорить, то Пуштон, он страшно возмутиться вообще сразу, ты что мне вообще несешь, что я тебя не понимаю, просто, и все. Это совершенно разные ситуации. Тогда, может быть, имеет смысл все-таки говорить не о языке, естественном, а о звучании языка, то есть, о каком-то его воспроизведении, о какой-то речи. Давайте так, язык вообще не звучит. Мы, язык, мы воспринимаем... Как же вы только что говорили, что англичанин говорит W и W, и для русского это как раз звучит или не звучит? Я понимаю. Но дело в том, что мы все время заменяем, собственно, вот, ну, язык и речь мы пользуемся как синонимами, хотя это далеко не так. Вот, если... И поэтому в обыденной речи так можно сказать. А если мы строго начнем говорить, то, конечно, мы... Вот, речь существует для коммуникации. Язык существует не для коммуникации. Язык это система, которая нам представляет определенным образом мир. Вот. И в этом смысле они отличны абсолютно. Да, язык тогда получается таким просто измерением этого самого мира. Это картина определенная. Вот что значит... Тогда токен язык получается, элемент языка. Токен элемент языка. Нет, токен элемент речи, как раз. Элемент речи, да, то есть... В этом смысле, да. Для коммуникации стопроцентно, то есть очень точно, да. Да, нам надо уже переходить в режим завершения, а то мы не остановимся в 20 часов. Давайте уже останавливаем коммуникации, просто каждый говорит что-то свое, и разбегаемся. поделимся впечатлениями. Юра всю дорогу молчал, хотя он много работает с языками, но с компьютерными, а не с такими. Все логично, только как-то Индия вынесена за скобку, а там уже явно произошло не из-за не из-под счета бухгалтерии язык, скорее всего, вышел. А поскольку все культуры, в принципе, это кальпи, я так считаю, лидической традиции, только когда. Сразу возникает вопрос по поводу группы. Там формировался язык же по-другому, там структура текста совершенно другая, с повторами всяких, такие массивы, чтобы запоминать надо уметь. Вопрос как бы я вам записал. То есть анскрип как бы загадочный язык же. Как-то есть бухгалтерия вряд ли вам возникнет. там понятно же, это брахманы, жречество опять, это бухгалтерия. А так, в принципе, похоже, но вот этот момент, когда в бухгалтерии перекладим на художественную литературу, непонятно, что вызвало потребность, если вот так рассуждать. потом тексты, тексты, ну вот, если взять хотя бы религиозную традицию, православие, например, здесь же смысл молитвы в чем? Чтобы мозг порядок привести. Вот с этой стороны посмотрим, давайте на виды. наверное, сначала молились, мозг порядок привели, а потом начали бухгалтери вести. наоборот. Да, Александр Плющ тоже молчал всю дорогу, поэтому первое слово в завершение. Ну, для меня на самом деле была очень четко показана логика развития письменных в контексте развития общества. И письменность возникает как конструкт между когда начинают общаться с собой не как индивидуальные субъекты, а как представители каких-то социальных групп, и им нужен посредник. То есть получается возникает коммуникация между группами, и нужен как раз посредник, с помощью которого и происходит как бы дискредитация. Тут я не совсем с Олегом согласен, что язык это просто модель. Язык это и модель, и на самом деле и инструмент коммуникации. И вот тут и происходит как раз дискредитация вот этой общей модели, когда мы ее начинаем делить на вот эти отдельные знаки. И для меня в этом плане как раз оно было просто очень четко, но очень погруженное в детали. И в этом плане я считаю, что вполне и доклад удался, и выступление, потому что он позволял, ну, по крайней мере, мне тоже увидеть некоторые вещи, которые, на которые вот, исходя из такого мета-ракурса не обращаешь внимания. А тут было показано вот этот постепенный переход, постепенное развитие, которое происходит у всех различным образом. Когда Сергей начинает спрашивать какие-то детали, а в каждом обществе вот этот процесс перехода к письменности происходил своим образом, в соответствии со своей исторической культурой. Когда мы берем любое вещество, физический газ, то в нем сколько там, 10-23 моделей, то есть этих молекул, которые стукаются, а мы их берем в виде идеального газа, который на что-то влияет. Так и тут была показана какая-то схема на каком-то конкретном примере, который вот именно Олег говорил, что это не абсолют, но для меня было важно сказано, что вот это возникает посредник в социальных процессах. Именно тогда появляется необходимость в письменности как вот в этом инструменте и описание мира, и инструменты коммуникации между группами. Поэтому спасибо. Да, спасибо, Владислав. Ну уже да, без коммуникации, только завершающие выступления. Спасибо докладчику за интересную тему и за то, что можно об этом поразмышлять, а именно тут несколько таких вот полезных размышлений возникает. Это действительно переход от речевой коммуникации к письменной, и здесь можно выдвигать гипотезы, почему он произошел. Первая гипотеза это, соответственно, бухгалтерская, усложнились хозяйственные системы и речевые практики просто не позволяли описывать, классифицировать и держать в уме, держать в памяти вот ту экономическую реальность, которая усложнялась. то есть в какой-то момент проще хранить это в виде токенов, в виде заметок, в виде знаков, чем в виде имен в собственной памяти. То есть, видимо, в какой-то момент память начала подводить людей, несмотря на то, что она была хорошей, наверное, скорее всего лучше, чем у нынешних людей, потому что когда письменности нет или письменности малы, или знаковые посредники работают плохо, волей-неволей все это надо запоминать. И действительно возникли вот такие посредники. Но тут есть еще один интересный аспект, что сами эти посредники и знаковые системы начинают обладать какими-то комбинаторно такими игровыми и самодостаточными характеристиками. То есть, я на что намекаю на тут же книгу перемен Эдзин, которая непонятно как появилась, но условно говоря, мы можем там токенов обозначать какого-нибудь барана белого, барана черного, барана больного, барана здорового, а потом, условно говоря, обозначать нереальных баранов, а возможных баранов. Тогда у нас возникают какие-то комбинации уже из этих токенов и с ними можно проводить какие-то вычисления, то есть, их можно комбинировать, возникает комбинатор, их можно там сочетать, можно проектировать ситуацию и можно гадать, естественно, потому что гадательная практика это фактически практика комбинации каких-то токенов, то есть, монеток, камней, там, еще чего-то и когда возникает та или иная комбинация, ее можно сопоставлять с существующим миром, существующими представлениями, картиной мира, существующей структурой и пытаться, исходя из этого, строить какие-то прогнозы будущего. И, исходя из этого, прагматика возникновения письменности вот этих токенов, она действительно может быть бухгалтерской, может быть такой вот судьбоносно гадательной, когда мы ищем какие-то, ищем какое-то будущее. И здесь, возможно, это плавно притекает и в какую-то религиозную практику, потому что одна из задач религиозной практики, религии состоит в том, чтобы не просто зафиксировать картину мира, а зафиксировать ее в какой-то конструкции формальной, не речевой, а именно языковой, и, соответственно, благодаря этой конструкции еще вдобавок и провести какую-то психотерапию, то есть успокоить человека, показать будущее, сказать, что будет жизнь, сказать, что будет после смерти, сделать какую-то предиктивную аналитику и конструирование каких-то структур, которые могут возникать, а структуры, еще раз говорю, легче всего отрабатываются именно не на речевых, а на языковых моделях, когда у нас возникают какие-то языковые симуляции сущности, вот эти токены, с которыми можно как-то играться и как-то их комбинировать. То есть помимо вот еще раз говорю экономической прагматики есть еще такая ценностная прагматика и возможно вот в этой ценностной религиозной прагматике постепенно она и усложняясь и начала конструировать какие-то мифы или какие-то сюжеты вот исходя из такого комбинаторного смысла. Но здесь я опять-таки фантазирую исходя из своего прочтения Щуцкого и вот трактовок Идзин и если мы опять-таки представим что Идзин это какой-то текст который имеет отношение как раз-таки к языку и к формально модельному описанию мира и формально модельной такой вот описания реальности которыми вот до сих пор. Еще интересный сюжет конечно связан с упрощением этих конструкций да там интуитивно понятно что игра иероглифическая письменность где обозначаются слова она сложнее чем слоговая и сложнее чем алфавитная ну потому что требует больших ресурсов памяти внимания запоминания работы со всем этим делом и вот здесь тоже интересный момент вот как шли вот эти вот переходы были ли они случайными или вот чем они были обусловлены то ли хозяйственными операциями то ли религиозными верованиями то ли соответственно необходимостью вот в каком-то творчестве и еще один сюжет интересный вот сегодня слово тоже об этом хочется подумать это вот посредник и вот то что Леонид говорил отношения с реальностью но я бы не сказал что с отношения с реальностью а отношения с каким-то авторитетом который и является инструментом измерения реальности то есть вот в такого рода религиозных практиках она реальность она измеряется не по чувственному опыту там не по восприятию того что есть а по наличию какого-то авторитета который имеет возможность вот рассказать тебе о том что такое реальность что такое бог и так далее и вот как происходит подмена авторитета от речевой коммуникации и непосредственного общения к формированию такого рода авторитетов виртуальных в письменной коммуникации и как вот эта трансформация в культурах ходит это тоже мне кажется очень достойная тема для размышлений для медитации поэтому большое спасибо за сюжеты они интересные там я думаю можно делать сюжеты не только культурологические но и уже связанные с интеллектом сознанием с тем как усложнялся естественный интеллект и может быть даже моделировать какие-то вычисления которые начинали формироваться в таких квази вычислительных системах при переходе от языка к письменности потому что все-таки все примеры для меня были дискретными и возникала дискретность из знаков которая в какой-то момент приводила к какой-то вычислительной логике и вычислительной комбинаторике это вот такая очень интересная как мне кажется характеристика языка может быть где-нибудь есть такие недискретные континуальные языки основанные не на вычислениях а на каких-то интуициях и представлениях но все-таки здесь я вижу вот в этих рядах и в этой эволюции которая была показана в докладе именно дискретизацию и упрощение экономии ресурсов памяти упрощение алфавита и благодаря упрощению некоторой системы языка как это ни парадоксально происходит усложнение вычислений усложнение конструкций и способность оперировать более сложными конструкциями громоздкими или сложными и так далее более сложными вот этими комбинациями описаний вот этих языковых моделей которые возникают в естественном языке при переходе от речи к письменности и к этим комбинаторным языковым конструкциям так что спасибо за увлекательную дискуссию и за увлекательный доклад спасибо Сергей скажешь что-то да я просто хотел пару слов сказать быстро мое ощущение что да все чудесно каждый докладчик берет на себя функцию инициировать во всех какую-то тему и дает свое направление но это чудесно и мы все как бы включаемся и начинаем общаться спасибо за доклад но я бы здесь это только один момент хотел уточнить то есть можно ли рассматривать развитие языковых структур отдельно от развития эволюционного вообще человечества вот в чем тут есть некоторая хитрость вот я почему так вот ставлю этот вопрос просто для меня очень долгое время было непонятно пирамиды стоят еще что-то обработка материалов какая-то совершенно фантастическая находит артефакты и мы сейчас понимаем что мы сегодняшними это средствами не можем это сделать вот а люди как-то это делали и мне попалась книга вот Шри Юктышвара там цикличность то есть у человека сознание лучше функционирует и хуже точно так же как растения допустим вот они зимой засыпают а весной просыпаются вот мы сейчас выходим из этой Кали-Юги которая и так далее и поэтому языки-то они были давным-давно все там было просто наша способность к мышлению она слабовата и до сих пор слабовата если вокруг посмотреть газету открыть почитать понятно что у людей способность к мышлению слабая а дальше она будет расти и все и дальше мы будем лучше воспринимать мир понимать что происходит и так далее вот это мое мнение мне так проще смотреть на мир и смотреть на письменность именно так понятно тяжело нам сейчас еле-еле мозги функционируют еле-еле вот мое ощущение спасибо за доклад да спасибо да Сергей Чабанов скажешь в совершении ну вот мне кажется что характерной чертой мифа является то что не оговорены входящих за описывающие уэлистические единицы и соответственно нет моделей опровержения а также не ограничить никак не заданы границы того о чем идет повествование и поэтому мир оказывается абсолютно устойчив как маленькая усанька вот мне кажется что нам сегодня в общем поднесли такую же картинку границы к чему это минимум не определены всякие хитрые вопросы где они хитрые и говорят что хитрые и их обсуждать не будем а некоторые тезисы общие сформулированные и поэтому непонятно как с ними работать если все не определенут то есть чисто мифологическая конструкция спасибо спасибо да но нам надо уже завершать я еще хотел тоже сказать пару слов о чем я стал думать в конце я задумался о таких вещах как была речь мы говорили про речь про письменность про язык и мельковое еще слово коммуникация ну просто опять же вот сколько я как-то все про Лумана вспоминаю да Луман смотрел на на письменность как на способ запоминания и тогда он сравнивал говорил что уже вот это самое запоминание но были какие-то конструкции в речи ну типа там стихотворных размеров рифм каких-то таких вещей которые помогали запоминанием и вот он смотрел на письменность как на способ коммуникации которая была связана с запоминанием ну а дальше соответственно он рассматривает некоторую историю человечества людей как историю развития средств коммуникации где вот речь присутствует на первом этапе потом письменность потом книга печатания книга издания средства массовой информации ну и сейчас уже вот вот эти коммуникации через интернет через айти алгоритмы вот но ну просто у меня подумалось что наверное надо об этом как-то тоже упомянуть сегодня в этом пространстве да на этом я остановлюсь не буду как-то дальше как-то связывать все эти вещи да Владимир Ашинов скажет что-то в завершении поскольку тут много говорилось я просто хочу я обобщенно и кратко выражу свою точку зрения что для меня весь этот процесс я да спасибо Олег конечно за замечательный доклад так сказать вызывает много мыслей вот я тут и с Владиславом согласен который значит вот я просто хочу сказать что я смотрю на письменность вот на весь этот процесс как на процесс изобретения внешней коллективной внешней памяти людей то есть вот это это вот и поэтому я не согласен с Тейвисом о том что это значит ослабляет вот расхожие что это как-то что мы теперь современные люди мы у нас хуже с памятью дело обстоит а дело в том что изобретение внешней памяти усиливает и внутрь то есть и сейчас есть люди которые замечательные уникальные люди которые значит запоминают все и демонстрируют свои уникальные способности значит ну в нашей в нашей так сказать культуре поэтому тезис о том что у нас значит средний мы в среднем так сказать у нас хуже с памятью чем было например у древних шумеров ну это как мне представляется тезис спорным ну а самое главное я повторяю что я здесь смотрю как на весь этот процесс как на процесс изобретения вот вот как изобретали значит вот как этот процесс изобретения проходил значит ну заставляет меня задуматься и значит здесь это значит перебрасывается к современным философиям так сказать вот техники там Бернарда Стиглера например как изобретение то есть ставит вот изобретение письменности как значит как некоторые техногенные как некоторые технические процессы все спасибо это вот мое спасибо да я кстати вспомнил о том что ведь Солженицын он весь первый ГУЛАГ он запомнил будучи в лагере потом выйдя и собственно его и написал так что со временем про деда моего он написал с ошибками ну да фотографически все таки это большой массив да все я передаю слово Олегу мы уже перебрали время уже до лишних там пять минут во первых конечно спасибо большое за внимание докладу было ряд замечаний конечно очень интересных надо я над ними подумаю вот ну с некоторыми замечаниями ну во первых я бы все таки хотел ответить насчет Индии вот дело в том что я специально не брал Индию потом по той простой причине что веды долгое время функционировали устно поэтому я-то брал историю письма вот а там даже грамматика появилась в конце пятого века вот грамматика Панни она появилась в устной традиции и векаран и вот эти вот веданги науки тоже появились в устной традиции вот эта грамматика потрясающая которая содержала в 3993 правила она была создана в конце скажем пятого века а записана через два с половиной века только вот то есть она передавалась в устной традиции соответственно веды полностью передавались и до сих пор кстати передаются в устной традиции вот это известный известный момент причем с точностью абсолютной но это там разные виды чтения используются там 5 базовых видов и ряд других то есть я в принципе эту традицию знаю достаточно неплохо но то есть века рано вот это замечательное труд по ним который повлиял на все остальные науки но это отдельный вопрос но я говорю что я не рассматривал только потому что это связано но не не в письменной традиции это происходило хотя там есть моменты аналогичные очень интересные это один момент теперь насчет памяти нет ну конечно и сейчас есть некоторые недобитки которые много помнят это мне тоже понятно вот и можно их найти вот но дело в том что если я вот смотрю среднее видите когда можно пользоваться смартфоном для того чтобы вот сразу посмотреть так сказать запоминать не надо я помнил я совершенно точно могу сказать я помнил 90 телефонов до того как появился смартфон сейчас я с трудом вспомню телефон жены вот ну такой мобильный вот понятно что в других сферах вроде бы это может быть лучше но у нас массив массив информации огромный но это не значит что у нас увеличивается массив знаний и реальной памяти вот например вот то что касается литературы и так далее вот я думаю что на самом деле это вот кратковременную память это может и улучшать но долговременная память современных студентов однозначно страдает я просто вижу вот на занятиях очень хорошо вот так что это это процесс очень интересный который конечно но необходимо вот над этим должны кстати педагоги работать а не разрабатывать прошу прощения за это матерное выражение это компетентностный подход или прочее вот это вот индивидуальной траектории образования и вот это вот конечно насчет мифа вот Сергей здесь прав в том смысле что я миф не определил ну потому что миф во-первых он не только в словах реализуется это известно так сказать многое в ритуале конечно вот есть мифы вообще без слов так что это достаточно сложное явление я просто не мне важно было показать одно что история появляется конечно благодаря письму поскольку появляется документ мы историю без документа не знаем то есть я в данном случае имел ввиду только вот этот тезис но конечно необходимое определение это мне понятно вот ну и то что касается вот комбинаторики безусловно вот здесь Владислав прав абсолютно потому что появляются возможности дискретность колоссальную роль играет вот и там ну очень интересные вещи появляются как раз вот с особенно особенно кстати в ведийской традиции вот о которой Юрий любит говорить вот там потому что санскрит в этом смысле удивительный язык с самым большим количеством синонимов на самом деле и там ну там свои варианты но это не на основе письма там по-другому это происходит поэтому я это повторяю что я это не трогал вот поэтому ну еще раз хочу всех поблагодарить за то что вот меня слушали и ряд замечаний о которых я должен подумать еще для себя прояснить какие-то вещи так что спасибо да спасибо за интереснейшее выступление я надеюсь что еще мы продолжим эту тему может быть вот я хочу всем сказать что следующий раз я не смогу вести ну и поскольку здесь я занимаюсь организационной частью тогда мы встретимся не через две недели а через месяц потому что здесь у нас мероприятие наметилось через две недели и у меня я просто не смогу работать в интернете я хочу сказать я в начале ноября буду в Москве нескольней можно что-нибудь там придумать а можете кинуть рассылку я не знаю написать как хорошо хорошо да ну что на этом заканчиваем тогда разбегаемся у нас там спасибо большое мы по-моему говорили про концепты и что с ними можно делать вот может быть через месяц тогда Сергей да ну хорошо ну там спишемся тогда уже ближе дело ну да хорошо все спасибо всего доброго всего доброго до свидания до свидания до свидания